Сегодня мы поговорим об адвокатах, которые работают в Соединенных Штатах. Буквально три дня назад я имел опыт общения с адвокатом. В течение часа он на зубок рассказывал мне нормы американского права. Ну и в итоге уже на 45-й минуте выяснилось, что у человека нет побед в этой области. Речь шла об эмиграции через Мексику, о выходе под залог из эмиграционного лагеря. Почему мне эта тема близка? Многие из вас знают, что в течение 8 дней я находился в эмиграционном лагере Contra Costa County Fatilities. Это в Ричмонде, где-то 40 километров от Сан-Франциско. Я сделал уже 6 видеороликов, связанных с жизнью и с бытом в эмиграционном лагере. В том числе и рассказал об особенностях. Не все, конечно, но тем не менее большую часть того, как вам нужно будет там себя поставить, каким образом жить, кто будет вокруг вас. Самое главное, как построена система. Но об этом я сделаю еще одно видео, именно о миграционном лагере. Это будет заключение, что я получил с точки зрения психологии, с точки зрения общения, комьюнити, обучение языков и так далее. Я попал туда прямо с границы. Я прилетел из Дюссельдорфа в Сан-Франциско. Моя виза оказалась аннулирована благодаря блогеру из Нью-Йорка. О нем я рассказывал. Ну и, в общем, получилось так, что моя ситуация, она вышла сходной с той ситуацией, когда вы подаете на границе в Тихуане, в Мексике. В ближайшее время я собираюсь в Мексику. Там я сделаю видео, связанное с переходом границы Соединенные Штаты, Тихуана. Расскажу, как люди проходят нелегально границу, почему иногда выгодно пройти нелегально, нежели стоять в очереди в Тихуане, каким образом вы будете подавать на убежище, когда оказались на расстоянии 10 метров от границы, кто занимается фактически помощью людям, которые пересекают границу таким образом, почему именно так выгоднее проходить границу, сколько будет залог, нужен ли вам адвокат в иммиграционном лагере, или можно защищать свои интересы самому. На самом деле я это и делал в лагере, то есть мне не нужен был адвокат. Я сразу сказал на втором интервью, что мне не нужен адвокат, я сам буду решать свои вопросы. В принципе, я успешно их решал. Скажу сразу, ребята, меня депортировали не потому, что я имел плохой кейс, и что-то проиграл, что-то не вышло. Нет, я сам лично отказался от процесса, потому что в мои планы не входила иммиграция в США. Таким образом, где-то там 2-3 месяца мне нужно было провести в иммиграционном лагере, а это означает, что на канале не было бы видео, начались бы отписки. Также я веду много кейсов клиентов, в том числе и визовые кейсы. Я думаю, что нашим клиентам не понравилось бы, если я исчез на столь долгий срок. Ну, в общем, таким образом я просто отказался. Я написал после второго интервью своему офицеру департамента ICE, это департамент иммиграции, таможня, и через 2 дня я благополучно улетел в Россию, в Москву. Итак, что мне дало общение с адвокатом, и какое у меня теперь есть видение по поводу работы американских адвокатов. Сам по себе знаю, так как в 2006 году после окончания университета у меня была юридическая практика в адвокатуре, это была Московская областная коллегия адвокатов, после этого у меня были уже клиенты, мы занимались в том числе и деятельностью более серьезной, чем просто иммиграция. Нам платили за разрешение проблемы, и как раз это и отличает сильного адвоката от слабого. Из-за этого на рынке адвокатов есть адвокаты с рейтингами, а есть просто так. Почему? Потому что выучить, допустим, закон такой-то на зубок и процитировать его клиенту, этого мало. В любом случае есть определенно сложившаяся практика, есть нормы, обычаи, да, как это бывает, особенно в американском законодательстве, при англосаксонской правовой системе, где в каждом штате свои законы, которые образовались в результате повторения, в результате той или иной традиции. И здесь важно, чтобы адвокат, который находится в США, имел победы и знал, каким образом применять эту норму. Мог сам лично на своем опыте пройти весь путь с нуля и оказаться после этого с грин-карты или с паспортом гражданина США, пройдя весь этот путь. Вот я, например, не понимаю, вот сидит, допустим, блогер в Нью-Йорке, да, и рассказывает о том, что вот в Мексике там вот так, потому что вот так, или, допустим, адвокат рассказывает то же самое, но сам при этом он никогда не имел опыта именно прохождения этого пути собственноручно, да, на своем примере. То есть, если этого не было, что, ребята, что вы продаете? Что, вы продаете просто теорию? Ну, хорошо, я могу так же сейчас, буквально я дал сейчас задание девочке, вернее, попросил, она еще пока с нами не работает, но активно пытается это сделать, то есть войти в нашу команду, в компанию Атлан, вытащить мне все, что связано с эмиграцией в Аляске и в Калифорнии, и дать мне в переведенном виде законно-нормативно-правовые акты для того, чтобы мы смогли вам показать теорию. Ну, а практику? Практику мы будем нарабатывать сами. Вот сейчас я поеду в Мексику, я планирую быть там, ну, не меньше двух недель, у меня теперь есть там друзья, с которыми мы познакомились в эмиграционном лагере, они сейчас находятся в Мексике, их много. Эти ребята, ну, могу вам сказать, они собаку съели в этой области, потому что они постоянно переходят границу, они оказываются в том числе и имея уже опыт жизни в США на территории страны, потом за мелкое правонарушение их депортируют, они проходят весь этот процесс, оказываются в Мексике, опять подают на убежище, и так у них в жизни там происходит чуть ли не каждые полгода. То есть, это люди-профессионалы, да, ну, а теорию, теорию мне переведут, она у меня будет, я смогу вам ее рассказывать, если вам это интересно. Вот. Сзади меня посольство Соединенных Штатов, визовый отдел, визовая служба, как раз с этого места начинается эмиграция в США, и сразу вам скажу, ребята, здесь она не заканчивается. Если там вам дали два отказа, три отказа, неважно, это не конец. Всегда есть продолжение, всегда есть возможность идти дальше, несмотря на то, что многим из вас кажется, особенно есть в силу сложившейся менталитета, например, вот у ребят там из Кыргызстана, да, из Узбекистана, которые считают, что если у них отказ, то это конец. Нет, это не конец, это только начало. Есть на живом примере рэпер, который там на 20-м разе получил визу, но дело не в этом. Это виза, это другое направление эмиграции, это самое простое. Есть варианты более интересные, более сложные и с другими последствиями, то есть, которые иногда бывают даже лучше, чем просто получить визу и поехать по визе в Соединенные Штаты. Я готовлю видео, обращение к нашим будущим партнерам, кому интересно пройти путь обучения, можно сказать, стажера с нуля, кому интересно вообще сфера эмиграции, особенно это касается граждан, ребят, молодых ребят из Узбекистана, из Кыргызстана и Таджикистана, как раз те места, где очень все хорошо поставлено для эмиграции, особенно в Кыргызстане, мы были там в октябре, вернее, в ноябре прошлого года, несколько дней я увидел, насколько там все сориентировано на эмиграцию в Соединенные Штаты, как раз там очень часто происходят случаи мошенничества, сбора денег, ну и так далее. Чтобы этого избежать, нам нужен партнер, который будет давать первичную консультацию, который будет курировать наших клиентов, находясь там. Здесь речь не идет о полноценной юридической услуге, будет просто требоваться от вас первичная консультация и курирование наших клиентов. Ну и в процессе мы будем вас учить. Кстати, очень рекомендую даже приехать в Москву, ко мне лично и в течение 7 дней пройти курс. Это будут курсы ежедневные, с утра до вечера. Я введу вас в курс дела, вы узнаете, что такое виза, каким образом та или иная виза применяется, как готовится кейс. Расскажу вам о своей практике. Мы вместе с вами посетим вот это место, куда, кстати, приезжают очень много людей из СНГ подавать именно в Москву. Здесь же мы попробуем с вами провести экзит-пул. Это сбор информации, это общение по отказам, по положительным решениям не наших клиентов, а просто людей, которые выходят из посольства. Мы научим вас это делать. Вы можете это потом дальше применять и в своей стране, в своем посольстве для того, чтобы владеть ситуацией, быть причинностью, понимать, как работает, и как выстроен алгоритм работы вашего посольства, вашего визового отдела, вашей страны. Итак, это все впереди. Много будет видео из Мексики. В ближайшее время я буду в Украине, в Киеве. Мы будем открывать там представительство. Поработаем возле посольства. Кстати, у нас есть клиенты, есть победы в Киеве. Я попробую сделать с ними интервью, хотя это всегда очень сложно. Мы постоим у посольства, сделаем экзит-пулы. Дальше я планирую быть в Молдавии, ну и уже следующим этапом в Мексику. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наши сайты. У нас теперь их три. Подробности под нашим видео. Удачи вам в эмиграции, не делайте ошибок. Всем всего доброго. Привет из уже теплой Москвы. Сегодня у нас 10 июня 2017 года.